Готовы за старт? Внимание, марш! Ребята, а мы давайте праздник! Грандиозный спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья, состоялся на минувшей неделе в Саратовском интернате номер 5. Инициаторы – женская общественная организация «Родник». Здоровье – одно из самых главных ценностей в человеческой жизни. 7 апреля он отмечается Всемирный День Здоровья. Здоровье – это то, что делает нашу жизнь полноценной. Но мало кто знает, из каких факторов складывается наше здоровье. Вы знаете, как нужно поддерживать свой организм? Молодец, правильно. Вот у меня как раз первым пунктом идет правильное питание. Благодаря приглашению активисток в этот день в гости к ребятам пришли сразу два чемпиона мира – гребец Сергей Улегин и кикбоксер Даци Дациев. Начался праздник с зарядки для ума – викторины, посвященные различным видам спорта. Следом – разминка, уже физическая. Ребята, разделившись на две команды, участвовали в веселых стартах. Сергей Улегин выступал в качестве судьи. Баллы раздавал, как на самых настоящих олимпийских играх. Оценивал не только скорость, но и качество выполнения заданий. Юным спортсменам нужно было не просто прибежать быстрее других, но и не уронить своеобразный снаряд. В итоге, несмотря на все старания, победила дружба. А дальше началось самое необычное – мастер-класс от Даци Дациева. Действующий чемпион мира объяснял ребятам, как правильно распределять силы, куда бить и как защищаться. Некоторые из учеников оказались настолько способными, что учителю пришлось не сладко. «Хорошо! Хорошо!» «Давай, давай!» «Еще один матч!» «Вот сейчас парень, все шансы есть. И выступать на области, и в городе. Просто надо заниматься. Некоторые люди даже не могут бить правильно. У тебя и удар, и силы удара сразу можно понять, когда кто держит лапы, можно сразу понять, кто как бьет. У тебя очень хорошие данные для этого». Воспитанники интерната были в восторге от гостей. После встречи многие признались, что хотят связать свою жизнь со спортом. «Мне очень все понравилось, особенно мастер-класс от Даци Дациева. Я немножко научилась приемом. Ну, я ходила раньше, занималась тоже. А сейчас вот разучилась, прям все вспомнилось тоже. Ну, как бы мне вообще восторг, прям непередаваемое впечатление». «Ну, это было круто. Хотелось бы, чтобы еще приходили к нам так почаще». Встреча пришлась по душе не только детям, но и спортсменам. Сергей Олегин и Даци Дациев рады, что есть те, кто, несмотря на сложную жизненную ситуацию, не опускает руки и выбирает спорт. «Мы получаем какой-то заряд энергии, вот именно вот эта детская непринужденность. То, как они выполняют какие-то задания, то, как они участвуют в мастер-классах. Сегодня, кстати, вот парень вот участвовал в мастер-классе как раз в Даци. И Даци, как профессионал, да, дал очень высокую оценку. То есть даже посоветовал ему заниматься единоборствами, либо кикбоксингом, либо боксом. Потому что очень-очень активные ребята, молодцы. И мы как раз от них вот зарядились той положительной энергией». «Очень приятно. Конечно, вот первый раз мы были уже год назад. Уже вот второй раз, я смотрю, уже дети на самом деле занимаются. И есть успехи. И я думаю, здесь на самом деле будет будущее, если дети будут так заниматься. И вот такие мастер-классы будем подавать детям. И будем подавать хороший пример. Я думаю, мы еще услышим, что здесь будут свои чемпионы». В конце мероприятия Даци и Сергей наградили самых активных участников соревнований фирменными футболками. А директор школы-интерната вручил спортсменам, а также руководителю женской общественной организации «Родник Хадиджи Бибарсовой» благодарственные письма. «Уважаемый Сергей Валерьевич, мы рады, что в вашем лице нашли отзывчивого, неравнодушного и замечательного человека. Благодарим вас за позитивный подход в деле воспитания детей и молодежи и активную жизненную позицию. Спасибо вам за все, что вы делаете для детей». После окончания праздника ребята еще долго не отпускали гостей. А те пообещали, что обязательно вернутся. Субтитры подогнал «Симон»!